Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 АМ 99.1 ФМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com И конечно же на нашем канале в YouTube RadioNVC Не забывайте подписываться С вами сегодня в студии, меня зовут Сергей Зацепин Олег Патлок и Анатолий Червец Здравствуйте Добрый день Нам что-то надо со светом делать Потому что я смотрю на себя Такой блестящий весь А я думал, что блестящий Блестящий Отсвечивает Сверху падает Нам придется одеть очки Придется напудрить лобик А да, да, припудрить Ну, как на телевидении, знаешь Зеленый пудрик Да, чтобы не блестело А привет всем, друзья Надеюсь, так Кто у нас уже Как Зеленский дал Как Зеленский дал Уже пишут Я вам удал, зачем дал Я пришел, кстати И говорю, что может нам сейчас Вообще молчать И включить прямую трансляцию Вот этих дебатов Которые я смотрел В течение часа Получил громадное удовольствие Вот От чего ты получил удовольствие Мне почему-то кажется, что это заранее срежиссированное театральное шоу Потому что неужели они такие хорошие ораторы И Порошенко, и Зеленский Настолько они дают красивые, точные ответы Без единой запинки Без заикания Ну вот, честное слово Мне кажется, что это все прописано И вопросы, и ответы Это анекдот, помнишь? Дура-дура Я свою десятку зарабатывал Да Ну, во-первых, все политики Прежде чем Ну, во-первых, они готовятся, репетируют Да, но они же не знают, какие вопросы будут заданы Кто же, то есть, вот, например, Зеленский говорит Вот у меня вопрос не мой, а вопрос от народа И задает там порядка десятка разных вопросов На которые тут же Порошенко говорит, что Я на эти все вопросы могу ответить за пять секунд Ну, и продолжаю То есть, вот я Во-первых Это называется Я могу назвать эту мелодию с трех нот Как они переходят с русского Подожди, сегодня 19-го Там 21-го будет 21-го, да Через два дня Ну, естественно, эти дебаты Они похожи более на выливание грязи друг на друга Потому что каждый друг друга обвиняет в коррупции Да ладно, они могут Друг друга обвиняют Да не могут, а у нас тут по-другому Ну, тут не просто обвиняют, понимаешь Единственное, единственное, что работает негатив Вот сказал А, ты меня сбил Зеленский сказал, что А, Зеленский сказал, что олигарх не может быть президентом Правильно Потому что кухарка никогда не станет прачкой Да И вот он, Зеленский говорит, что все каналы телевизионные Принадлежат олигархам А Порошенко парирует на это Что неправда, пятый канал, он говорит только правду А вы используете телевидение для того, чтобы распространять пропаганду России И вы вот в России берете деньги И тут же Зеленский говорит, неправда После того, как началась война Я, ну, в России вообще не был А тут же Зеленский говорит Почему у этих в еде боевиков российских конфеты Порошенко Рошен, понимаешь Ну вот такое вот действительно Слушай, действительно очень интересно послушать Вот, но мне, к сожалению, не удалось услышать ничего конкретного И каких-то конструктивных решений Которые будут применять вот эти вот два кандидата С 40 миллионам украинцев не удалось услышать ничего конкретного Да, но, тем не менее, да Перед выборами, знаешь, очень серьезная вещь Ну вот перед этими дебатами Там ансамбль играет на стадионе Все веселятся Праздник, ликуй народ Вот, хотя я не знаю, там, перед чем ликовать Потому что действительно Комментарии Почему Зеленский встал на колени перед народом Порошенко тухи Ну да, ну Вот такие вот Ну и правильно Ну и посмотрим Зачем нам сейчас гадать, если пройдет два дня И мы узнаем все-таки Что решило Я где-то видел опросы Результаты опросов там В три раза Зеленский опережает Порошенко Ну 73% Да, и вот Насколько реально, что Порошенко может его догнать За эти два дня и перегнать Ты знаешь, я вот смотрел дебат Говорю, товарищ Сталин Сережа Аж кто же считает Я, давай, привездаст Пожалуйста, давайте поговорим Добрый день Добрый день, добрый день Как бывшие киевами Я так посмотрю Там, конечно Веленскому Абвес Очевидно, не нужно были эти дебаты Потому что На нем вообще Негатива нет Он не был у власти Ничем не провалился А на Порошенко столько всего Висит Что его уже не хотят У него это Советование антирейтингов Я не знаю, зачем эти Вообще были Нужны дебаты Мы же люди Кто уже Принял решение Решение не изменит А сколько Каких на Украине Не решивших Это просто Немного Сейчас Социология Говорит о том Что Эти все попытки Остаться в пределе Порошенко Обречены на полный провал Я его посмотрю Что Кстати Зеленский Позавчера На Как это называется Полит Забыл Сибирь Большое Сделал интервью Привел свою команду Очень достойные люди И самый интересный Момент Если вы помните Некоторое время назад Господин Грисенко Был в штабе Зеленского Зеленский Сейчас сказал Зачем И он взял рекомендацию Грисенко Человека Который будет Потенциальным Министром обороны Чем я очень глубоко Согласен Потому что До этого Я все таки Болел за Грисенко Считал Что Он нечист Чех подготовленный И не замаран Спасибо Вот я тоже Как бывший Киевлянин Кстати Вот земляк Здравствуйте Откуда такие настроения Что значит Бывший Киевлян Не бывает Бывает Столик Я бывший Киевлян Не бывает Киев всегда Остается Нет К сожалению К сожалению Киев Остался Где находится Подол Расскажи Быстренько Я туда пройду С закрытыми глазами Со своей Обороны Такого больше Киевлян Не бывает Ну ладно Хорошо Согласен Не бывает Да Ладно Сидит во мне Киев Вы сказали Что Порошенко Он замешан В политических Скандалах В грязи Кстати Он в дебатах Обвинил Зеленского Тоже В том Что у него Как говорится Рыло в пуху И что он Способствовал Переводу Каких-то там Миллиардов В офшоры И он замешан В этих всех делах Не знаю Наверное Не все Замешаны В этих делах Ну по-моему Не бывает Политиков Полностью Чистых Вот Кристалли Но наверное Мы смотрим На их благие Намерения Что они Действительно Хотят То есть Если ты сегодня Будешь баллотироваться Допустим На борт Твоего Вилледжа В Норс Так Значит Тебя тоже Я чистый Толик Я единственный Такого не бывает Бывает Ты не представляешь Какой я чистый Честный Нет Отпадает Нет Я тогда Он немножко поживет В политике Уже будучи политиком Ну украл я конфетку Когда-то в детском садике Ну убейте меня за это Наша радиослушательница Пишет в ютубе Что она уверена Что у каждого из них В ухе стоит Ну earpiece Маленький Да Да И ответы там диктуются Слушай Вот между прочим Вот это очень такой Правильный ответ Вот клянусь тебе Что я как будто верю Что там кто-то сидит И суфлирует Помнишь Задача при нем При нем Да Что касается Вот предыдущего Звонившего По поводу того Что ему не нужны были дебаты Действительно Зеленскому вообще При таком рейтинге Можно было И он правильно делал Ну я сейчас Не агитирую за Зеленского Мне что Зеленский Что Порошенко Мне абсолютно фиолетово Но с точки зрения пиара Вот Ну нет же должны быть дебаты С точки зрения компании Избирательной Зеленскому при таком рейтинге Вообще можно было сидеть дома И никуда не влазить Что он собственно и делал Его обвиняли Что вот он интервью не дает Он правильно делал Он сказал Порошенко Что Зеленский прятался А Зеленский сказал Неправда Я не прятался Я публичная персона У меня были съемки 95 квартала Я сейчас не об этом говорю О том что с точки зрения Избирательной компании При таком рейтинге Ему не надо никуда высовываться В принципе да Там все делается за него Но он должен участвовать в дебатах Абсолютно нет Центральный стадион города Киева Насчитывает 85 тысяч мест 70 тысяч да Билеты были проданы подчистую Да Если даже каждый заплатил по доллару Да Ты понимаешь да Мало 75 тысяч долларов Мало За что За то что стоять Толик ты плохой бизнесмен Я бы продавал по доллару 50 Хотя Поэтому к тебе никто не ходит Все ходят Наоборот Публичные выступления Да 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 Так ну ладно Значит с Украины все будет ясно Очевидно через два дня Надеемся Единственное Я надеюсь Что все это пройдет мирно При любом исходе выборов Никаких Майданов Никаких смертей Никаких Я надеюсь Что вот этого не будет Сегодня увидел я Что возле дома Возле дома Зеленского Задержаны кто-то там Какие-то люди с автоматами Которые там типа Намеревались его убить Вот это Вот это то О чем я говорю Что Лишь бы этого не было Да А все остальное Так сказать Будет Зеленский Будет Порошенко В значительной степени То что будет происходить в стране Будет зависеть от Рады Вот Абсолютно Понимаешь То есть Абсолютно Власть президента ограничена А в Раде сидят люди Которые уже поднаторели в политике Поднаучились зарабатывать деньги И свои интересы Как мне Может быть я ошибаюсь Но как Большинство политиков Пришедшие туда Потратившие деньги Энергию На то Чтобы быть избранным Начинают делать из этого бизнес И своя рубашка ближе к телу А то что там народ То что там Проблемы в стране Это Их интересует Не в первую очередь Абсолютно Так что Так что того Кто будет президентом Это имеет наверное значение Но это не решающе Ну вот У нас Я знаю Я конкретно знаю людей Которые спорят между собой На 100 долларов Которые сделали чуть ли не Тотализатор На кого поставить Как помнишь говорил Этот Жванецкий Ставил на Картера полбанки И мы пришел первый Помнишь Окей Давайте Днемся на нашу грешную землю Ты любишь с Чикаго всегда начинать Начни с того Что 100 автомобилей пропало Я пропустил Значит да Угон века Кража века В Чикаго Пропало 100 автомобилей Причем все они Лакшери Все это Мерседесы А компания Вот это Шернал Вот значит Куда-то исчезли 100 машин Мерседеса Вот Закрыли компанию Пока Полиция ищет Но никаких следов Еще Нет Вот такая вот Интересная История Обнаружится Русский след Наверное Ну ладно В Чикаго Вообще Ситуация в Чикаго И в штате Интересная Я сейчас каждый день Получаю кучу Открыток таких С одной стороны Притцкера Его банда Пытается меня убедить В том что 97 процентов Населения Если он Вот этот вот Прогрессивный текст Прогрессивные налоги Налоги Примут Да Изменят конституцию Потому что По конституции По местной По иллинойской Конституции Налог должен быть Флэт Одинаковый Для всех Они пытаются Изменить конституцию При этом не говорят В какой пропорции Кому какие налоги То есть получить По сути дела Такой блэнк чек Дальше они разберутся И вот они пытаются Меня как избирателя Убедить в том Что На 97 процентов Населения Это никак не отразится А вот 3 процента Богачи Мы вот их Тут с них Собедем Деньги Да Это ложь Откровенная ложь А 3 процента Об этом знают Это откровенная ложь Насколько они волнуются Об этом Другие И они борются Кэрол По фамилии Кэрол Как его зовут От него Очевидно От его голоса Зависит Пройдет это Или не пройдет И все время идет реклама По телевидению И так далее И вот эти открытки Одни убеждают Что это так Другие убеждают Что это И так Никогда еще В истории Чикаго Я точно Могу сказать Ну во всяком случае На моей памяти Ни один политик Ни один губернатор Особенно демократ Не предпринимал Никаких шагов Чтобы Облегчить Участь Налогоплательщиков Ну просто Это Это из области Фантастики В какие бы обертки Они это не заворачивали Под каким бы соусом Они это не подавали Единственная цель Ободрать Забрать у тебя деньги И потратить на себя В основном Потратить на себя Под благовидным предлогом Мы там Заботимся о вас Мы вот соберем Денег Миллиард долларов Для того Чтобы улучшить Вашу жизнь И дадим Скажем Еще какую-нибудь Программу Помощь Там кому-то И на самом деле Это помощь Почему-то оседает В карманах чиновников Легально Законно Потому что Каждая программа Предусматривает Аппарат Который будет Менеджить эту программу И в конечном итоге В лучшем случае До конечного потребителя Доходит 25 центов С каждого доллара Но зато Представляешь Какая армада людей Будет получать 75 центов С каждого доллара С этой программы В общем Это основная цель Задача И так далее Поэтому Друзья мои Если у вас есть Еще какие-то сомнения Можете не сомневаться Единственная цель Которую они преследуют Это ободрать Тех кто платит налог Не забываю Еще налог Налог на бензин Которые они хотят Увеличить В два раза Увеличить налог На бензин Сегодня сколько 18 Да На 39 Поднять они хотят А еще они хотят Разрешить Местным Муниципалитетам Поднимать Свой налог Да То есть Вот где-то так 41 цент С каждого галлона Нам придется платить Для того Чтобы эти люди Могли спокойно Красиво жить Путешествовать Получать зарплату Неплохую зарплату Получать бенефиты И потом еще пожизненно Пенсию И страховку На всю семью Вот все На что направлены Их усилия Чтобы вы даже Не сомневались В этом Давайте Примем звонок Добрый день Добрый день Это очень хорошая штука Налоги Знаете Я тоже Очень легко Трачу чужие деньги Их всегда Почему-то не хватает Вот такая вот Интересная вещь Это абсолютная правда И если даже Они поднимут нам Налоги До 90% Будут забирать У нас денег Поверьте мне Им все равно Их будет не хватать Им все равно На нас наплевать Они обдерут Все как Как могут Это что Это же Все исполнение Вы знаете Мы же все знаем Это же Все точное Следование Клавар И Фибер Они точно разрушают Эту страну Заведомо Вот они Строили Социализм Мы там были Мы все это видели Все это в западную Честь Чем хуже Чем лучше Это поражение страны В войне Все это было Но к сожалению Упущено было Я считаю Что Консервативная часть Америки Прохлопала ушами Ну лет Сорок Спасибо Давайте Давайте Дадим Возможность Еще людям Высказаться По этому поводу Добрый день Здравствуйте Я извиняюсь Я не потенену Но вам не столько Злости кипит Второй день Что я не могу Не позвонить Хотя бы Наше радио Скажите пожалуйста У меня нет Русского телевидения У нас только Американское На всех программах Последних Известий Я не слышала Ни одного слова Что сегодня Еврейский праздник И поздравление Только Истер Только Истер Моя внучка Занимается Вчера Была возмущена Мы уходили Все сказали Учителя Что ты Истер 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 И никто Не сказал Happy Passover Вы абсолютно Правы Мало того Я сидел Готовился Хак песок Самиах Вы знаете Что Только По русскому Радио Я сегодня Услышала 12-40 Утром Happy Passover Есть вот в том Что говорит Наша радиослушница Есть абсолютная Сермяжная правда Настроение Меняется В обществе И начиная Сверху Я не помню Чтобы Когда-либо В Америке Были официальные Поздравления По телевидению Показывали Кинофильмы Нет Ну Например Поздравляли Не поздравляли А говорили Что сегодня Наступает Истер Пасовер Что Это Сорпадение Что-то Говорили Что В этом году Уже ничего Абсолютно Ни одна Не одно Последнее Известие Ни вчера Ни сегодня Утром Спасибо большое Спасибо Включишь Факс Ньюс Ты обязательно Услышишь И увидишь Поздравления А на других Каналах Ты этого Не услышишь Сегодня Начнут Позревать Денис Прегер Будет Обязательно Об этом Говорить Если Сегодня Будут Поздравлять Спесох Завтра Будут С Рамаданом Поздравлять Спесох Всегда Поздравляли Не помню А я помню Кино Нет ничего Плохого В том Чтобы поздравить Католиков Нет ничего Плохого Чтобы поздравить Сегодня Католиков С Гуд Фрайдей Абсолютно И на мой взгляд Песох Это действительно Хороший праздник Мы от всей души Поздравляем всех Кто празднует Этот праздник Очень хороший праздник Еще раз Хак Песох Самеах Вот так вот А ну повтори Хак Песох Самеах Вот так вот Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Зато нас поздравил Наш замечательный Президент Доналд Трамп Он всех нас поздравил Спасовер Я видел видеообращения Очень теплые И в прошлом году Тоже он нас поздравил Так что слава богу У нас есть Президент Который За наши Иудея Христианские ценности И поздравляет Нас праздниками Ну послушайте У него в семье Там сегодня будет Первый сейдер Вечерний Абсолютно Самое интересное Что Ново Трампера Опять скажет Это он Свой антисемитизм Прячет Прячет Абсолютно За это Вообще интересно Значит Последнее событие Самое громкое Это Репорт Доклад Специального Прокурора Баба Мала Мюллера Ты знаешь Что я тебя Перебью на секунду Его же будут На Амазоне Продавать Он Ты уже Занял Третье место В списке Бестселлеров Хотя он еще Не вышел Но он уже На Амазоне На третьем месте Продавать Вошнтон Нет Нет На Амазоне Хозяин Амазона Джо Это Джозеф Бейзерс Он как раз Все это Будет раздавать Бесплатно Но его газета Вошнтон пост На своем сайте Ставит Это за 11 долларов Почему Потому что У вас будет Возможность Не просто Получить Весь репорт А еще И с комментариями Журналистов В кавычках Вошнтон пост Окей Полчаса назад Я прочитал о том Что на Амазоне Вот на данный момент Это бестселлер Номер 3 Так или иначе Посмотрим Короче Вы помните Да Ну Два с лишним года Длилась эта эпопея Да Два с лишним года Все телеканалы За исключением Единственного Факс Уверяли нас В том Что Трамп Колодат Трамп Предатель А не посидеть Ну и Потом Какую-нибудь Какую-нибудь Деталь Кто-нибудь Сольет Из малыровской Банды И они Ну все Ну все Ну вот это Тоже Точно Конечно Ну вот это Уже Начало Конца Вы посмотрите Компиляции Такие Потрясающие Есть на эту Тему Ну вот это Уже Начало Конца Вот это Уже Все Ну тут Тоже Никак Выскочила Там Это Шлюха Дэниелс С этим Уголовником Абинати Ну тут Тоже Он Никуда Не Открыв Все Уже Конец Уже Завтра Послезавтра Его Четвертуют Я имею Ввиду Трампа И посадят Расстреляют И все Все Будет В общем Два Года Это Продолжалось Потом Коин Ну все Коин Значит Уже Теперь Точно Абсолютно Вот он Сейчас Все Коин На него Флыпнул Значит Он Его Сейчас Сдаст По Трохами Южный Округ Манхэттена Тут Сейчас Нью-Йорка В смысле Сейчас Все 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 Потом Значит Муть Осела Ну вот Сейчас Выйдет Доклад Мюллера И тут Тоже Мы Тут Вот Вышел Доклад Мюллера Но сначала Выступил Бар Что Привело В истерику Либералы Так Называемые Увеличили Дозу Прозак Или Они там Принимают Еще Легар Занекс Не знаю Что-то Они В общем Увеличили Дозу Так Он Сказал Им Лоб Слабо Помогло Конечно И Короче День Сутки Был Шок Просто Шок А Голливуд Как с ума Сходил Все Теперь После Суток Там Собрался Фингтанг Подумали Подумали Ага Нет Ну Ладно Не было Этого Ой Как Клапер Заявил Это удивительно Помню Не исполнил А ты не видел Комеди Клап Комеди Клап Когда Гарри Харламов Играет Трампа И вот пришла Мадана Но она Обещала Это сделать А Трамп За себя Не голосовала Вот она Пришла Он Горит Отправьте Ее В Мексику Там Никто Не голосовал Так вот Так вот Вышел Очухались Они Немного От Шока От Этого И Теперь Но И все Так я был Прав Когда Малера Назначили Специальным Прокурором Я сказал Перед ним Стоит Две Задачи Попытаться Спрятать Все Концы Воду В конце Воду Есть таковые Да Преступления Предыдущей Администрации И Хилари Клис Клинтон В частности И попытаться Как можно И Малер Понимал Что Они знали Что нет Никакого Калужин Это было известно С самого начала Потому что Вы же помните Эту переписку Питер Страк Когда его Пригласили Работать Он с неохотой Пошел туда Потому что Он знал Потому что Они до этого Копали Это же началось Не в момент Там В мае 17-го года Это началось Гораздо раньше И Они знали Что ничего А о чем О чем бы еще Можно было Говорить Два года В новостях Так вот Ты представляешь Какой теле Теперь они взяли Теперь они взяли Новую тему Абстракшн Оф Джаст Сейчас Примем звонок И об этом Поговорим Добрый день Пожалуйста В эфире Да Добрый день Вы знаете Всю реакцию Демократов Нынешнюю Можно Просто Прокомментировать Одной фразой Героя Юрия Никулина Из бриллиантовой руки Будем искать Вот И вспомните С каким выражением Он эту фразу произносит Я уже не помню Нет Ему надо было Что-нибудь И он Питал Надежды Что Единственное Что ему Оставалось Это попытаться Вытащить Трампа С тем Чтобы поймать Его на пержи На лжи И это Не мод Это вообще Сделать довольно просто Поговорите С любым человеком Который хоть немного В этом понимает Кто с этим Сталкивался Поймать на лжи Это как Нефиг нафиг Либо Скутера Посадили В тюрьму Вы помните Эту историю С Вэллери Плейн Которую слил Пауэлл От чифов Что встав На самом деле Они Либо скутер Они хотели Посадить Вообще Карла Рова Но до него Как-то Не добрались А посадили Скутера Либо За то Что он Лгал Под присягой Федеральному агентству А ложь Заключалась В том Что он встречался С кем-то В четверг Вернее Показания Одного Из Свидетелей Там Не помню Кто Ведущий Какой-то Телевидение Сказал Что встреча Состоялась В среду А скутер Либо Сказал Что эта встреча Состоялась В четверг И вот За это Чувака Посадили Вы понимаете Что нужно Для того Чтобы посадить Человека В тюрьму И Мюллер Питал Такие надежды На это Так уж Они Надо отдать Должное Команде Трампа Надо отдать Должное Джулиане Надо отдать Должное Этому Именно Джулиане Потому что Маген Маген До этого Маген Понятно Я имею в виду Как раз Аутсайд Адвокатов Именно Джулиане И Секилов Вот Джейс Джейс Секилов Да Вот они Конечно Обыграли Мюллера Они Избежали Вот этой Тет-а-тет Разговор Там не был Тет-а-тет Там посидела Банда Из как минимум Пяти-шести Человек Которые Ненавидят Трампа Всеми фибрами души Часть Которых Работала На Клинтон Фаундейшн То есть Грязные Липкие Поганые Руки Которым Прилипали Деньги И вот Они Вошли В команду Мюллера И вот Конечно Поймать Его На лжи Вот При таком Настрое При таком Отношении Не составляло Бо Никакого Труда Слава Богу Что Джулиане Джей Секлов Отбили Теперь же Ему это Вменяется Как одной Из десяти Причин Почему Считается Что Он Препятствовал Правосудию Что Он не дал Показания Ему Да Его Не удалось Затащить Вот В эту Вот Ловушку А в чем Обвиняют Сейчас Бара Потому Что Бар Во время Своей Пресс-конференции Коротенькой Перед тем Как Выпустить Этот Доклад Сказал Что Там Явно Прослеживается Что Трамп Был Фрастрейт Он Был Расстроен Вне себя От того Что Два Года Его Обвиняли В том В чем Он Не виноват Причем Обвиняли Не просто Не прокурор Там Не это Вся Проститутская Мидия Американская Вся Абсолютно За редким Редким Исключением Я имею Ввиду Консервативный Ток-шоу И канал Факс Хотя На канале Факс Есть Такой Штимп Как Крис Волос Я слышал Что ты ждешь От демократа Типичный Демократ Я знаешь Чего жду Я жду Пока кто-то Найдется Который Скажет Что Крис Волос У нас Целая Армия Лицензированных Адвокатов И бывших Судей Для того Чтобы Давать причины Легальные Ты Несчастный Полит Этот Аналитик И не имеешь Права Нам Говорить О том Что Этот Бар Имеет Право Делать Или Не Кто ты Такой Чтобы Говорить О его Праве Типичная Либеральная Проститутка Мало того Я сегодня Когда его Утром Слушал Меня Возмутило Он хочет Предоставить Трибуну Этому Подонку Шифу Мало того Что Шиф Выскакивает По всем Каналам И уже После того Как вышел Доклад Мюллера В котором Говорится Не было Никакой Конспирации Ни Трамп Ни кто Либо Из Его Избирательной Компании Или Кто Нибудь Из Американских Граждан Не вступал Ни в какую Кооперацию С русскими И тем не менее После этого Эта мразь Выходит на все Телеканалы И говорит о том Что у него Что у него Абсолютное Доказательство Того Что Трамп Колодят С русскими И вот Этот урод Иначе Его назвать Не могу Потому что На факсе Вот такие люди Ван Биллиамс Понятно Это Специально Это Оплаченная Утка Да Такой Панчбэк Да Вот А что касается Волоса Он из себя Строит Такого Независимого Такого Причем Пред ним Все Преклоняются Крис Волос Наш Санды Так вот Крис Волос Воскресенье Предоставит Трибуну Эдому Шифу Эдому Полоумному Страдающему От Трамп Синдрома Криса Волоса Не одна Слушай мы так заговорились Аааа Мама дорогая А рекламу Кто будет Друзья мои Мы вернемся Буквально Буквально Через несколько минут